10 сентября школа номер 3 присоединилась к федеральному проекту «Современная школа». Теперь в учебном заведении действует образовательный центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Первые результаты интерактивной учёбы представили 19 ноября. Напомним, что образовательный проект подразумевает создание в школах современных лабораторий. Учебные программы в них модернизируются, а в кабинетах появляется высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает наглядность обучения и вовлекает школьников образовательный процесс. Центр призван развивать у обучающихся естественно-научную, цифровую, информационную грамотность, формировать критическое и креативное мышление, совершенствовать навыки естественно-научной и технологической направленности. По-новому в школе теперь обучают физике, химии, биологии и информатике. Что значит по-новому ученикам показали на открытом мастер-классе. Например, кабинет физики превратился в инженерную мастерскую. Здесь прошло занятие по робототехнике. Ребята сами собирали робота и программировали его на выполнение элементарных задач. Вот здесь собирают второй плоскопураллельный и угловой робот-манипулятор. Здесь собирают машину, которая будет управляться с помощью пульта. С помощью этой же машины можно будет вести видеонаблюдение. Кстати, большой плюс данных новых конструкторов – это достаточно хорошее разрешение и камеры, в принципе, техники, которые есть. Практическое занятие прошло и в кабинете биологии. Дети сами выступили лекторами, рассказавшими о растениях Смоленского края, занесенных в красную книгу. А на занятии по информатике ученики за персональными компьютерами учились делать анимированную презентацию. В этот кадр нам тоже нужно что сделать? Включил им, да? Сделаем его? Включил им. Так, сделали ключи. Точка роста – это новые методы обучения и воспитания детей, ориентированные на современные технологии. Проект реализован благодаря администрации Десногорска и финансовой поддержке Смоленской АЭС. Первые научные центры появились в школе номер 4 и номер 1 в 2020 году. Ксения Ложкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.